книга открытым окон тема священства том 30 вопрос 4048 если во христе все нации одинаковы то почему нет ни одного архиерея или священника из цыган отвечает игнатий тихонович лапкин в журнале огонек была статья про цыган и журналистка высказалась что ей в детстве казалось что цыгане и не люди вовсе а это черти которые вырвались из преисподней мне недавно позвонил знакомый из америки и поведал что у баптистов есть вроде бы на украине успех на поприще работы среди цыган что целое село обратилось я тут же высказал ему большое сомнение в точности информации и он тотчас же согласился что он увидел в записи про тот случай и не все ему там понравилось но вот только что появилось сообщение на данную тему цитата цыган иванов ради веры в бога пошел против табора но табор последовал за ним город кимры тверской области к 17 годам эдик не знал ни одной буквы алфавита зато умел шикарно танцевать был посвящен во все тонкости нарко торговли первый раз придя в церковь пережил духовный переворот и спустя год был изгнан из табора за то что клиентов наркоманов отгонял от ворот дубиной с тех пор он женился на русской девушке людмиле был рукоположен в диаконы с именем элис бар и стал первым в истории россии священнослужителем цыганской национальности а табор постепенно меняет гнев на милость фамилии почти у всех ивановы они вообще ребята неплохие даже честные наркотой не занимаются и только воруют честно говоря в церковь я тогда пришел как в ювелирный магазин очень хотелось крестик на груди носить а надеть его просто так нельзя надо покреститься и знаете что я до сих пор не понимаю что со мной тогда произошло вроде и слов то никаких жгучих после крещения батюшка не говорил а только через два дня почему-то бросил пить а еще через два года курить не говоря уж об остальном а через месяц уже не пропускал ни одной службы это было как во время пьянки глотнешь что-нибудь не того и вдруг тебя накрывает с головой на вдруг отец андрей грешным делом поначалу думал что это засланный казачок все бы это вдруг 17-летний цыганенок после каждой службы провожает его до дома задает кучу вопросов о духовной жизни и ловит каждое слово даже среди русских такое случается крайне редко а тут цыган ты бы хоть евангелие для начала почитал и деяния апостолов предложил ему общий духовник отец андрей еще раз ты бы хоть и евангелие для начала почитал и деяния апостолов предложил ему будущий духовник отец андрей когда понял что мальчик во церковь является всерьез обязательно почитаю батюшка ответил эдик вот только читать научусь и почитаю выяснилось что парень как и большинство местных цыган ни дня не учился в школе иванов тут же сел за евангелие написано на церковнославянском в конце издания прилагался краткий самоучитель языка затем освоил апостол и псалтири через пару месяцев перед отцом андреем предстал уникам эдик оказался человеком который язык первых русских христиан понимала лучше чем речь путина и медведева он и сейчас порой невольно пугает продавцов в магазине каким-нибудь еси паки донде же и прочими словами ископаемыми самым сложным было бросить танцевать цитата я очень скоро я очень хорошо танцевала вот уже лет семь как этим не занимаюсь а очень хочется очень иногда танцую во сне поднимаюсь наверх в доме и столбинею оказывается отец андрей классиков хард-рока не слушает а лобает самостоятельно причем профессионально так гнет это с юности пытался оправдаться ракопоп лазарев я ведь только 15 лет назад священником стал а до этого играл в одно ярославской рок-группе нас там шестеро было потом трое спились и скололись а трое стали священниками столько лет прошло а мы все равно иногда встречаемся и играем дьякон элисбар о чем-то задумался наверное о том что когда-нибудь и он будет тихоря топотать по деревянному полу а что танцевал же царь давид прославляя господа вы что-то имеете против царя давида когда в таборе узнали что эдик заделался алтарником это было воспринято примерно так же как если бы он поступил в школу милиции в приступе гнева мать обещала перевешать всех священников как правило аромалы цыгане называют себя приверженцами той религии которая вокруг них но на самом деле вера у нас всегда одна суеверия цыгане это самые большие суеверы на планете они верят во все и ни во что не верят они боятся всего чего не понимают они готовы соблюдать какие угодно обряды но не ради любви а из чувства страха любая религия они очень боятся всего чего не понимают они готовы соблюдать какие угодно обряды но не ради любви а из чувства страха любая религия для них сразу же становится язычеством они не понимают что такое молиться молиться для них то же самое что колдовство бабка эдика лучшие колдуньи было к ней многие приезжали из столицы как только эдик стал воцерковляться раба рая стала терять силу одна осечка другая 5 10 в конце концов вся клиентура разбежалась а внука колдуна родственники чуть не убили видать дар то у бабки твоей был не оттуда качает головой отец андрей да вроде она всегда богов помощники призывала пожимает плечами отец элизабар элизабар родственники набрасывались на меня с кулаками но я обманывал их цыгане здесь загсов не признают вошел в дом вот и жених вышел за порог вот и разведенный на венчании его из всего табора были только две сестры родная и двоюродные милые девушки обе уже сидят в тюрьме не любят только дома когда я в подряснике появляюсь они этого страшно боятся для цыган священник это еще и человек который имеет дело с мертвецами у нас люди очень боятся мертвых и прикосновения к неживому телу считают осквернением какие планы на будущее не боясь всю жизнь в диаконах ходить не собираешься понимаешь иерей в это время понимаешь иерей во время литургии символизирует христа а диакон всего лишь ангела мне кажется являть собой образ спасителя я не достоин ни сейчас ни впредь священник наделяет службу смыслом а диакон красотой это как танец понимаешь я ведь хотел танцевать вот я и танцую цыгане это как те самые евангельские дети пока что это дети беспризорники но я не удивлюсь если лет через 50 они покажут нам пример благочестия история христианства таких примеров знает немало русский репортер номер 38 октябрь 2008 год страница с 44 по 52 табор уходит в веру 168 с половиной тысяч экземпляров премудрость соломона двенадцать одиннадцать ибо семя их было проклятое от начала и не из опасения пред кем-либо ты допускал без наказанность грехов их слоня иуды 1 4 ибо вкрали с некоторые люди и издревле предназначены к сему осуждению нечестивые обращающие благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки бога и господа нашего иисуса христа сокрыться бы не видеть никого настолько омерзило то что вижу воруют блудят гонят самогон потоком хлещет мерзостная жижа так думалось живущим в чистоте желающим прожить не осквернившись не запретишь хорошего хотеть создать себе спасительную нишу и плетью обуха отнюдь не рассечешь укоры обличения много льз начат скалу гранитную не оживит и дождь а сердце грешника заблудшего тем пач протест наживе сладкому житью и без духовности всецело поглотивший где только блуд жратва спиртное пьют и с каждым поколением все жиже что делать что и ринулись в бега в любые закутки что только ахнем но лишь начало это лишь пока так появились первые монахи сбылась мечта желанна тишина молиться не препятствуют родные урезать пищу питье поменьше сна рекорды в этом ставятся до ныне труды великие явились мудрецы осеменившие монастыри усталом составят мифы и в пески концы рассвет монашества вселенского настанет составят мифы и в пески концы рассвет монашества вселенского настанет составят мифы простите и в пески концы рассвет монашества вселенского настали а А рядом вовсе тьма непросвещенных, Несущих идолам последние обеды. Монахи истирали каменные четки И не учуяли рождение Магомета. Куда бы спрятаться от той напасти злейшей? От тех монастырей в пустыне ни следа. Теперь имамы там, с гаремами там, шейхи, Дичь в изобилии, холодная вода. 23 апреля 2008 года. Игнатий Лапкин.